Здравствуйте очередной раз! Добро пожаловать в четвертый урок. Прежде чем мы к нему приступим, я хочу сделать одно замечание и просьбу. Поскольку это всего лишь четвертый урок из первых десяти, то велика вероятность, что если вы его сейчас смотрите, и сейчас еще время недостаточно долго ушло от апреля 2010 года, то остальные уроки, которых будет больше сотни, еще не готовы. Поэтому, если у вас есть какие-то замечания или предложения, как сделать их лучше, пожалуйста, напишите мне об этом. Следующая десятка будет лучше, следующая еще лучше и так далее. Ну, сказав это, еще раз приглашу вас в Unit 4. В нем Мартин Хьюингс рассказывает, точнее, сравнивает Past Simple и Past Continuous, или, как его еще по-другому называют, Past Progressive. Помните, можно было говорить Continuous, можно было говорить Progressive, потому что оно в прогрессе. Что вообще описывает Past Continuous, или Progressive, в общем случае? Действия или ситуации, которые начались до какого-то момента в прошлом, о котором говорится или подразумевается сейчас, и которые еще продолжались в тот самый момент в прошлом, о котором говорится. То есть, это все тоже Continuous, но только в прошлом. А теперь, некоторые особенности употребления Past Simple и Past Continuous, о которых говорит Хьюингс. Секция A. Когда мы говорим о двух событиях или действиях, которые происходили в одно и то же время в прошлом, мы часто используем Past Continuous, или Past Simple, для обоих из них. Например, Салли читала детям в то самое время, когда Кевин готовил. Использование Continuous в данном случае подчеркивает, что действия были именно в прогрессе, в тот момент, о котором говорится. Ну вот сравните. When I was learning to drive, I was living with my parents. Или Подчеркивает, что процесс обучения вождению происходил тогда, когда я жил с родителями. А Past Simple When I learned to drive Подчеркивает законченность действия. То есть Я научился водить машину в то время, когда жил с родителями. Когда же речь идет о двух и более событиях в прошлом, которые следовали друг за другом, а не одновременно, то используется Past Simple, а не Continuously Progressive, для всех из них. Вот пример. She got up when the alarm clock went off. She got up when the alarm clock went off. Она встала, когда прозвонил будильник. Сначала понятно, что прозвонил будильник, и она встала. Got up, да? Did, когда что-то did. Went, это, да? Go off, did off. Другой пример. He jumped out of bed and ran to see who the parcel was for. Он сначала jumped out of bed, а потом ran to see who the parcel was for. Вот так. Итак, секция B. Обычно для описания повторяющихся событий в прошлом используется Past Simple, а не Progressive. Ну, например. We went to Spain three times last year. Мы три раза ездили в Испанию в прошлом году. We went to Spain three times last year. Другой пример. Did you drive past her house every day? Did you drive past her house every day? Ты проезжал мимо ее дома каждый день? Did you drive past your house every day? Тем не менее, мы можем употреблять Past Continuous для серии повторяющихся событий в прошлом, если мы желаем подчеркнуть, что серия событий или действий происходила лишь в течении короткого отрезкого времени или была по своей природе весьма временной. Вот, например. When Karla was in the hospital, we were visiting him twice a day. Конечно. Когда мы можем и сказать When Karla was in the hospital, we visited him twice a day. Если мы скажем We were visiting, когда Карлос был в больнице, мы его посещали в Past Progressive, то мы подчеркнем грамматически, да, что мы считаем, что пребывание Карла в госпитале было кратковременным, да, то есть обычно мы не ходили в этот госпиталь, да, там, не просиживали там возле его койки. Но вот на то время, что он был в госпитале, we were visiting. Да, это для нас нетипично, в принципе. Другой пример. To lose weight before the race, I wasn't eating any sweets and cookies for weeks. Для того, чтобы сбросить вес перед гонкой, я не ел никаких сладостей и печеней в течение недели. Конечно, можно было сказать To lose weight before the race. I didn't eat any sweets or cookies for weeks. Но если бы мы скажем I wasn't eating, то есть Progressive, Continuous, мы подчеркнем, что вообще-то обычно я люблю есть эти проклятые чертовые сладости и cookies. Ну, вот тут я вот короткий период времени I wasn't eating, вот только в течение этого времени. А так, я их нормально очень даже люблю. А также Progressive или Continuous используется для того, чтобы подчеркнуть, что что-то в прошлом на удивление для говорящего происходило слишком часто. Вот, например. Last week I was having to bring work home every night to get it all done. Конечно, можно было сказать Last week I had to bring work home every night to get it all done. Но это просто сказать об этом, как о факте. Если я говорю I was having, мне необходимо было I was having to bring, да? Past Progressive. То здесь подчеркивается то, что я, черт, я был удивлен тем, что мне такой был завал работы, что я должен был приходить с ней каждый раз домой, чтобы ее закончить. Вот еще один пример. When the builders were here, I was making them cups of tea all the time. О чем это говорит? То, что вот когда здесь были строители, я только и делал, что бегал на кухню и заваривал им чай все время. Когда я говорю I was making them, да? То, что меня это удивляет, что ничего себе не пришли строить, а я тут только и бегал на кухню чаем заваривать. Вот если бы я просто сказал When the builders were here, I made them cups of tea all the time. Это не выразило мое отношение к этому факту. Оно бы просто его выразило как факт. Да, здесь были строители, которые, наверное, очень любили чай или хотели пить, и я им все время его заваривал. А вот это I was making them cups of tea. Это типа ничего себе строители. Ну или какое-нибудь другое выражение. Ну, главное то, что удивительно. Пришли строители, а я бегаю и им завариваю чай. Вот так. Секция C, в которой Мартин Хьюингс в десятый, впрочем, раз напоминает, что Past Simple часто употребляется в рассказах, отчетах и так далее, для описания отдельного, законченного события, а Past Continuous для описания фоновой, так сказать, в кавычках, ситуации или действия, происходивших в тот момент, когда описываемое отдельное событие произошло. Например, Erica dropped her bag while I was getting into her car. Erica уронила ее сумку, пока я садился в ее машину. She was shaking with anger as she left the hotel. Ее просто трясло от злости, когда она вышла из отеля. Короткая секция. Следующая. Секция D, в которой Мартин говорит, что для описания действий в прошлом, которые мы намеревались сделать, но не сделали, можно использовать и Past Progressive, и Past Simple, а иногда и Past Perfect. Например, We were meaning to drop by and see you, but Jane wasn't feeling well. То же самое можно сказать, We meant to drop by and see you, but Jane wasn't feeling well. А вот и другие глаголы, которые могут быть употреблены в такой же манере. Consider плюс что-то doing, Expect to сделать что-то, Hope to сделать что-то, Intent to сделать что-то, Plan on или plan to плюс что-то doing, Think about of что-то doing, или просто think about doing что-то, да? Ну и, конечно же, want to. Эти же глаголы, за исключением Mean и Expect, вместе с глаголом Wonder about, также могут быть употреблены и Present и Past Continuous, чтобы передать то, что мы гипотетически можем сделать в астрономическом будущем. Причем, использование Past Continuous вместо Present сделает будущее действие более гипотетическим, то есть менее вероятным. Например, Сказать «was going» будет передавать более гипотетический, неуверенный характер задумки проехаться в Лондон. Кстати, говоря о словарном запасе, Чем отличается «going to London» от «going down to London»? «Going down» – это именно проехаться, прокатиться, слетать, съездить. Понятно? Что-то такое, что мы могли бы сделать легко и часто. То есть, если бы вы жили, скажем, в Детройте, то вы могли бы сказать, что вы «going down to London» только если бы вы имели в виду маленький городишко недалеко от американской границы в Канаде, а не в Европу. Теперь понятно? Другой пример. We were wondering about inviting Kevin over tomorrow. Или Если сказать «это в past continuous», то есть «we were wondering about», то у Кевина несколько меньше шансов попасть завтра в гость. Ну и что? Может, этот Кевин того и не стоит. Мы же лучше займемся упражнениями. Упражнение 4.1 Здесь Мартин предлагает закончить предложение, вставляя пары глаголов. Вот здесь приведенные. Нужно вставить «past simple» в одном месте и «past continuous» в другом. Just as I was getting into the bath, all the lights went off. Just as I was getting into the bath, all the lights went off. Здесь фоновое событие описывается «past progressive» – залезание в ванну. И событие, которое произошло. «Past simple»? Когда я залезал в ванну, погасли все огни. Just as I was getting under the bath, all the lights went off. Just as I was getting under the bath, all the lights went off. I was hoping to go away this weekend, but my boss gave me some work that I have to finish by Monday. Я уже собирался, я надеялся куда-нибудь выехать на эти выходные, но мой начальник дал мне работу, которую я должен закончить к понедельнику. Здесь past progressive, I was hoping, используется для того, чтобы подчеркнуть, что в будущем была какая-то, так сказать, неуверенность, ну, какая-то вероятность того, что это событие произойдет. Но оно не произошло. My boss gave me... Здесь просто описание того, что в прошлом случилось. Здесь существует два варианта. Во-первых, можно сказать... When I was living in Paris, I spent three hours a day traveling to and from work. Или можно сказать... When I lived in Paris, I was spending three hours a day traveling to and from work. Когда я жил в Париже, я тратил три часа на то, чтобы добраться до работы и обратно. When I lived in Paris, I was spending three hours a day traveling to and from work. When I lived in Paris, I was spending three hours a day traveling to and from work. When I lived in Paris, I was spending three hours a day traveling to and from work. A friendly American couple started chatting to him as he was checking in at the hotel reception. Здесь основное событие описывается в past simple started, что дружественная американская пара начала болтать с ним. A friendly American couple started chatting to him. Фоновое событие в прошлом... As he was checking in at the hotel reception... По мере того, как он регистрировался в отеле... Описывается в past progressive фоновое событие... A friendly American couple started chatting to him as he was checking in at the hotel reception. I bumped into Mary last week. She was looking a lot better than when I last saw her. Так, я наткнулся на Mary на прошлой неделе. Она выглядела гораздо лучше, чем тот раз, когда я ее видел до этого. Здесь в первом случае was looking, потому что на этот раз она выглядела лучше. То есть она могла выглядеть очень плохо. Поэтому в прошлом она выглядела плохо. А вот здесь вот какой-то короткий период времени... Surprisingly. She was looking a lot better than when I last saw her. Чем когда я ее видел в прошлый раз, до этого. Имеется это. Здесь просто описание событий, что вот увидел ее. Поэтому будет просто past simple. Last saw her. I bumped into Mary last week. She was looking a lot better than I last saw her. I bumped into Mary last week. She was looking a lot better than when I last saw her. I bumped into Mary last week. She was looking a lot better than I last saw her. My boss came into the office just as I was showing everyone my holiday photos. Ну что ж, основное событие. Вошел босс в офис, когда я показывал всем мои vacation photos, нужно сказать, в Америке. Holiday photos, говорят в Британии, как праздник получается. Vacation photos будет в Америке. My boss came into the office just as I was showing everyone my vacation photos. I was playing badminton 4 times a week before I broke my ankle. Ну здесь что хочется сказать, что в течение короткого промежутка времени непосредственно предшествующему тому событию в прошлом, когда он сломал его пятку. Broke my ankle. Я играл в бадминтон 4 раза в неделю. Удивительно часто происходило, да? I was playing badminton 4 times a week before I broke my ankle. Так, а вот в следующих предложениях нужно использовать вот эти вот пары глаголов, но в том же самом временном аспекте. То есть либо оба past simple, либо оба past progressive. Дымовое предупреждение сработало, когда я зажег сигарету поводней. Довольно тупо, правда? Все делают такой эксперимент, чтобы проверить работает она или нет. So, the smoke alarm went off when I let a cigarette underneath it. Ну здесь просто описание событий в прошлом, да? Все последовательно. Сначала я зажег сигарету под этим самым, под детектором дыма. Затем он went off, сработал. I can't remember how to answer this question. I must confess, I wasn't listening while the teacher was explaining it to us. Здесь говорится о том, что я не могу вспомнить, как ответить на вопрос. Я должен признаться, что я не слушал, когда учитель нам объяснял его. Ну вот здесь можно употребить оба past progressive, потому что два действия происходили одновременно. Точнее, одно не происходило, а другое происходило. I wasn't listening, то есть я делал что-то другое. I can't remember how to answer this question. I must confess that I wasn't listening while the teacher was explaining it to us. Ну, конечно же, здесь можно употребить и просто past simple. I can't remember how to answer this question. I must confess that I didn't listen while the teacher explained it to us. В принципе, то же самое, только более, так сказать, холодное описание фактов по сравнению с past progressive, которое подчеркивает, что именно два события происходили одновременно. Здесь бы по логике требовалось добавить, что I wasn't listening, I was looking at my beautiful female neighbor. Я смотрел на свою хорошенькую соседку, студентку, ну или что-нибудь такое. Десятое. She added more salt to the soup, and then it tasted much better. Ну, она добавила больше соли в суп, и после этого он стал гораздо вкуснее. Здесь просто… здесь, возможно, только past simple, понятное дело, да? То есть два факта в прошлом. Сначала она добавила соли, и потом суп стал вкуснее. She added more salt to the soup, and then it tasted much better. She added more salt to the soup, and then it tasted much better. Одиннадцатое. Although the television was on, I wasn't watching it. Instead, I was dreaming about my holidays. Ну, опять, видите, holidays имеется в виду, vacations. То есть holidays – это праздник в Америке. В Британии это отпуск. Поэтому отпуск в Америке – vacation. Ну, здесь можно несколько вариантов сказать. Здесь можно сказать… Although the television was on, I didn't watch it. Instead, I dreamt about my vacation. Либо… Although the television was on, I wasn't watching it. Instead, I was dreaming about my vacation. И так, и так. Использование past progressive немножко подчеркивает больше то, что тут… одновременность происходящего. Двенадцатый. She pushed open the door and ran into the room. Она открыла толчком дверь и вбежала в комнату. Ну, просто два факта. Правильно поэтому? She pushed open the door and ran into the room. Ну, упражнение 4 и 2 мы сделали здесь одновременно. Здесь 4 и 1. Поэтому сразу переходим к 4 и 3. Взгляните на этот текст. И вставьте глаголы и скобок. Либо в past simple, либо past progressive, past continuous, как его по-другому называют. Где возможно использовать альтернативные варианты? Подумайте о разнице. Ну, если вы проглядели текст и поняли, вы увидите, что здесь рассказывается история, в общем-то, криминальная фактически. что здесь вообще происходит? Когда я покупал новый будильник, за вчера в магазине, он назывался Tailors the Jewelers. Надо же, он в ювелирном магазине покупал будильник. Когда я, в общем-то, фактически увидел, как кто-то воровал в магазине. Шарплифтинг. Шарплифтинг – это воровство в магазине. Я как раз только что закончил платить за мой будильник. прим, когда я повернулся вокруг и увидел пожилую женщину, которая медленно поместила серебряную тарелку в сумку, которую она носила. Затем она перешла в другую часть магазина И прихватила дорого выглядящие часы Кстати, взяла в руки дорого выглядящие часы несколько раз Затем она подумала, что никто на нее не смотрит И она уронила эти часики, назначая себе сумочку Прежде чем я имел, так сказать, возможность стукнуть Настучать на нее этим самым работником магазина Она заметила, что я смотрю за ней И спешила к выходу Большим несчастьем для нее два полицейских Police officers Это не офицеры полиции Не важно в каком ранге человек, какое у него звание Просто police officer Еще иногда называется peace officer Проходили мимо Как раз в этот момент И она, в общем-то, выбежала, надолвнувшись прямо на них Ну, надо полагать, что здесь они ее арестовали Ну, поэтому теперь давайте попробуем вставить глаголы в правильном форме В первом предложении Описывается, что я покупал в тот момент, как я покупал в прошлом Эти самые, знаете, сетфоновые события Когда я заметил, что кто-то что-то делает Это факт Это некий Chen Now своя конструкция Вчиков puerta Л 해서 Поверянуть И другой Этот a silver plate in her bag that she was carrying. Ну, в четвертом, так сказать, можно сказать, и an elderly woman was slowly putting a silver plate in her bag. То есть я повернулся, I turned around. В Англии говорят round, в Америке говорят around. Around. И пожилая женщина slowly putting или slowly put a silver plate in her bag that she was carrying, которую она с собой носила в этот момент. Then she walked over to another part of the shop. Затем она перешла в другую часть магазина. Просто перешла. And picked up an expensive looking watch a number of times. И несколько раз, помните, серия событий, подняла взяла в руки дорогостоящие по виду дорогостоящие часики. One should thought that nobody was looking. Да? Когда она думала, что никто не смотрит, one should thought событие, что в этот момент фоновое событие, никто не смотрит, nobody was looking. She dropped it into the bag. Она уронила его себе сумочку. Да? Ну, здесь прежде чем у меня был шанс. Before I had a chance событие, да? To tell the staff in the shop. She noticed that I was watching her. Она заметила, что в этот момент было фоновое событие, и я на нее смотрел. And hurried. Что сделала? Просто two police officers walked past just at the moment, или was working, извините, were working past just at the moment, можно так и так сказать. And she ran straight into them. И она, факт единственный, вбежала прямо в них, натолкнулась прямо на них. Еще раз прочитаем, в каком-нибудь варианте. I was buying a new alarm clock the other day and tailors the drawers when I actually saw somebody shoplifting. I just finished paying for my clock as I turned around an elderly woman slowly put a silver plate into a bag, или was slowly putting a silver plate into a bag that she was carrying. Then she walked over to another part of the shop and picked up an expensive-looking watch, a number of times. When she thought that nobody was looking, she dropped it into the bag. Before I had a chance to tell the staff in the shop, she noticed that I was watching her and heard it out. Unfortunately for her, two police officers were working past just at the moment and she ran straight into them. Ну вот, поздравляю, вы закончили четвертый урок, который был покороче. до встречи в пятом уроке. Bye-bye. Bye-bye. aus Субтитры подогнал «Симон»